Всем привет! Сегодня я хочу вам показать, как можно очистить память на своем устройстве на телефоне Android абсолютно без всяких приложений, без всяких программ и без лишних каких-то заморочек. Понятное дело, что телефоны во всех разные. Общее меню может немножко отличаться, допустим, когда вы заходите в настройки, либо еще куда-то. Но я думаю, что каждый из вас сможет найти вот эти все функции, вот эти все настройки и лазейки, чтобы почистить много памяти. Сейчас я буду все показывать, поддержим видео лайком, подписываемся на канал и делимся с друзьями. Очень много кто сталкивается с тем, что реально вот проходит какое-то время, вы ничего не скачиваете на телефон дополнительного, никакие приложения не устанавливаете, музыку, файлы, видео какие-то не качаете и в один прекрасный момент вам пишется на телефоне, что недостаточно места. Хотя вы там оставляли 20-30 гигабайт, еще чтобы было свободно, ну на всякий случай. Дело в том, что вот эти все приложения, которые установлены, они потихоньку-потихоньку накапливают себе кэш и данные для работы. Ну якобы для того, чтобы эти данные, которые сохранились, потом быстрее как-то открывались при следующем заходе. Ну практика показывает, что эти данные просто навсего хранятся, постоянно забивают память телефона, но никаким образом быстрее ничего не открывается. Ну и вы, если ищете какую-то информацию, то вы очень редко возвращаетесь на ту или иную страницу, которую уже просматривали. И даже без вот этих данных, которые уже накопились в телефон, вы не заметите разницы при открытии. Потому что это не секунды даже, а миллисекунды, которые для глаза практически незаметны. А все накопленные данные из приложений просто навсего используются разработчиками для того, чтобы вам высылать как минимум рекламу, а как максимум знать о вас всю информацию, что вы конкретно делаете в том или ином приложении. И даже сейчас, когда вы смотрите ваш YouTube, сохраняются микроссылки, которые весят там по 4-5 мегабайта. И вот они тоже копятся и копятся. Значит, первым делом, что нужно перепроверить, это ваши браузеры. Я буду показывать на Google Chrome, к примеру. Если вы хоть раз его открывали, то уже нужно его чистить. Но все браузеры, они схожие по аналогии. И если вы пользуетесь каким-то другим, то просто навсего вам придется зайти в настройки и там найти определенные пункты, которые очень будут схожи. Смотрите, заходим в наш Google Chrome. Вот здесь нажимаем на три точки. Первое, что нужно почистить, это историю. Она может быть реально очень велика, если вы особенно пользуетесь очень активно и каждый раз заходите и что-то новое ищите. Вот когда вы зашли, допустим, в историю, здесь будут показаны там все сайты, на которых вы бывали и каждую страницу, что вы открывали. Вам нужно нажать просто очистить историю. Ну и здесь выбрать либо полностью проставить все галочки, либо выбрать только то, что вы хотите удалить. И вот здесь у вас обычно будет стоять последние 15 минут. Вот таким образом. Вам нужно, чтобы максимум почистить, нажать все время. Ну и потом удалить данные. Касательно такой чистки памяти, ну вы очень много, конечно же, таким способом не удалите. Где-то 200-300 мегабайт, возможно там до 1 гигабайта, в зависимости от уже использования. Здесь нужно еще зайти в три точки, нажать на настройки и найти настройки сайтов. Здесь вот листаем вниз и находим такой пункт данные сайтов, сохраненные на устройстве. Сайты могут сохранять данные на вашем устройстве. Вот этот ползунок, он будет, конечно же, включен во всех. То есть мы дали разрешение для того, чтобы любой сайт, на который мы зашли, он сохранял себе офлайн, то есть даже без интернета, какие-то данные. То есть закачивал себе данные в ваш телефон. У некоторых прямо здесь будут некоторые файлы и данные. Их можно спокойно удалять. У меня, допустим, как вы видите, нету, но настройка просто включена. Немножко ниже вам нужно найти объем памяти. Вот. Заходим сюда. И здесь вы увидите конкретно очень большой список файлов, которые уже сохранили сайты, которые вы посещали. Вам остается только взять и очистить, удалить все вот эти данные. Потом дальше что нужно сделать? Вот давайте еще аналогию покажу, если, допустим, опера. Потому что, ну, плюс-минус оно одинаково, но все-таки многие не понимают, куда заходить. Вот, допустим, опера. Тоже заходим. Опять же, ищем настройки. Вот, зашли на шестеренку. И теперь ищем безопасность. Вот, нажали. И смотрите. Здесь вроде бы ничего такого. Вот, сразу же не бросается в глаза то, что в самом низу находится очистить данные. Видите? То есть, как бы спрятано. Вы вроде бы обращаете внимание на обычные настройки. Ничего такого нету. Но, в самом низу есть очистка данных. Нам нужно нажать конкретно вот сюда. И теперь смотрим, что мы здесь можем сразу почистить абсолютно все данные. Вам остается только выбрать. Там история посещения, открытые вкладки, вот какие-то есть. Недавние поисковые запросы. Файлы cookies. В общем, вот это все можно свободно почистить. Нажимаем очистку. И видите, данные очищены. Также рекомендую пройтись по разным скрытым файлам, которые сохраняют в себе разные мессенджеры. И при этом стандартная очистка, которая обычно находится на всех телефонах. Ну, плюс-минус она одинакова. Там Samsung, либо Xiaomi. В Xiaomi везде есть какая-то очистка. Вот, допустим, показывается место в хранилище. Там анализируется. И вот освободить, допустим, у меня 400... 533 вот мегабайта уже. Только что показывала 423, уже 533. Вот, когда мы нажимаем очистку. Вот, очистка завершена. Но, как только мы обратно туда зайдем, буквально даже вот, если заново я зайду, опять что-то сейчас найдет. Ну, мы еще, конечно, перепроверим. Это, на самом деле, очень мало кэша очищается. И вообще непонятно, каким образом он чистится, что он через 3 часа опять забивается. Для того, чтобы больше почистить, я рекомендую найти свой файловый менеджер, либо проводник, либо, называются еще файлы, там, где вы попадаете в общие папки. У меня, допустим, он выглядит, как желтая папка на белом фоне. Вот, заходите вот сюда. Здесь нужно попасть в настройки. Вот здесь. И активировать, показывать скрытые файлы и папки. Но обычно вот этот ползунок, если вы ни разу не настраивали, он отключенный. Его нужно активировать. И потом можно зайти в общие папки, вот где показывается память устройства. И вам нужно найти папку Android. Если у вас нету такого проводника, который я сейчас показываю, просто вот ищите, где у вас показаны и расположены вот таким образом разные папки. И ищите, конечно же, папку под названием Android. Ищите, что происходит. Заходим сюда. Дальше заходим в папку Media. ComWhatsApp. WhatsApp. Здесь удаляем папку Trash и папку Backups. Trash это папка корзины. Когда вы что-то удаляете, к примеру, фотографии, видео, аудио, любые файлы, они вначале не удаляются, а помещаются в корзину. И хранятся там где-то около 30 дней. Но они взаимозаменяются. То есть вы одни файлы удаляете. С корзины, например, если не хватает места, они удаляются частично, а остальные продолжают храниться. Папка Backups. Это ваши резервные копии, если вы их создавали. И плюс также приложения могут оставлять установочные файлы, которые уже не нужны. В общем, удалять очень просто. Выделяем вот две папки и внизу нажимаем удалить. Вот два объекта удалено. Дальше заходим в папку Media. Находим папку WhatsApp с Audio и удаляем папочку Send. Удалить. Это задублированные файлы, которые хранят в себе мессенджеры. То есть они хранятся и в вашем браузере, и в вашем мессенджере, и плюс еще в памяти телефона. Находим точно так же папку Images, заходим в папочку Send, точнее нажимаем на нее и тоже удаляем. Точно так же находим немножко ниже WhatsApp с Video и удаляем папочку Send. Удалить. Но вот эти еще папки есть и в моих приложениях. То есть они хорошо припрятаны, но их можно найти. Вот смотрите, когда мы возвращаемся, давайте заново полностью выйдем до папочки Android, чтобы вы не запутались. Нажимаем на папку Android и теперь нам нужно зайти в папку Data. Папка Data хранит в себе все приложения, которые у вас установлены. Сейчас мне пишут, что ноль объектов, потому что Android их как бы скрывает. Вот смотрите, допустим я нажимаю, мне пишет содержимое этой папки не может быть отображено из-за ограничений Android. Мы нажимаем Показать в файлах. Здесь нам опять открывают вот такие все файлы. Нам нужно всего-навсего опять же найти ту же папку под названием Android, зайти в папку Data. Ну и в принципе мы уже попали туда, куда нужно. Здесь нажимаем на поиск и пишем слово Send. И вот еще вот эти две папки нужно будет удалить. Вот тоже их выделяем и нажимаем на корзину, чтобы удалить. Смотрите, удаление двух файлов произошло, но вот эти папки никуда не исчезли. Удаление все-таки было задействовано просто. Это таким образом тормозит Android. Вот смотрите, если я вернусь назад, здесь опять нажму папочку Send, чтобы нашло, уже ничего не находит. То есть папки все-таки удаляются. Потом возвращаемся немножко назад. Опять же нажимаем на поиск и здесь прошерстите кэш. Если вам что-то здесь находит, то можете спокойно удалять. У кого-то здесь найдет очень много кэша, у кого-то мало. Так как вот эти все стандартные проводники, они могут сильно быть ограничены, то вам может найти очень мало файлов. Ну, как, к примеру, сейчас на данный момент. Но это нужно только пробовать. Но если вам что-то находит, то, конечно же, спокойно удаляйте. Дальше возвращаемся назад. Можете также прошерстить папку еще раз Backups. В моих приложениях, видите, еще две папки присутствуют. Тоже их можете спокойно выделять и удалять. И еще перепроверьте корзину, которая находится, опять же, в моих приложениях. То есть нужно написать слово Trash. Ну, на данный момент ничего уже не нашло. В принципе, значит, она на данный момент пустая. Но вы все-таки перепроверьте, потому что ту корзину, которую мы удаляли, это не общая корзина. Возвращаемся немножко назад. Нажимаем на поиск. И еще можете написать слово Zubnail. Ну, желательно писать не полностью. Вот хотя бы вот три буквы напишите. И вот видите, полное название. Точка вначале стоит и слово Zubnails. Нашлись разные папки, которые хранятся в папке Data, то есть в моих приложениях. В этих папках хранятся разные картинки, которые сохранены из браузеров, из вашей галереи, из каких-то сайтов, которые вы открывали. То есть, к примеру, как это работает. Вы сфотографировали что-то на свой телефон. Дальше зашли в галерею, чтобы посмотреть, как получилась фотография. Нажали конкретно на фотографию. Она открылась. И в этот момент создается миниатюрная копия этой фотографии и помещается в одну из таких папок. И хранится реально там всю жизнь. И получается, даже если вы полностью почистите галерею, вот возьмите все и удалите полностью из галереи, то в этих папках все равно останутся вот эти копии картинок. Копии фотографий, которые вы просматривали. Если вы ни разу такого не делали, ни разу не делали такой очистки, то за 2-3 года у вас может накопиться очень большой объем памяти. Ну и плюс кто-то использует это как восстановление фотографий. То есть вы можете увидеть там фотографии 2-3 летней давности. Конечно же, качество там будет как качество обычного скриншота. Но это, скажем так, лучше, чем ничего в случае, если вы хотите восстановить фотографии, а не наоборот удалить. В нашем случае мы просто очищаем память. Берем, выделяем вот эти все папки, которые нашлись, и просто нажимаем удалить. Сколько вы почистите памяти, ну, во всех разный будет показатель. Это еще зависит от того, какой у вас внутренний объем. Там 32, 64, 128 гигабайт. Чем больше у вас памяти внутренняя, тем больше у вас забивается хламом вообще телефон. Плюс каждый по-разному пользуется смартфоном. Кто-то больше видеоролики смотрит, кто-то играет в игры и так далее. Если вы почистили таким образом очень мало памяти, то рекомендую посмотреть мои другие видеоролики и все-таки воспользоваться каким-то файловым менеджером наподобие Total Commander и почистить себе хорошо внутреннюю память Android, чтобы телефон не тормозил, ну и чтобы освободить больше памяти. Субтитры сделал DimaTorzok